всех приветствую продолжаем знакомиться с интересными людьми их автобиографии уильям эстер американская плавчиха актриса сценарист звезда водного мюзикла 1940 и 1150-х годов получившая прозвище американская русалка и русалка галиуна родилась 8 августа 1921 года в еврейской семье калифорния была младшим ребенком психолога булла джилин и художника луиса уильямса у нее двое старших братьев стентона дэвид и две сестры джун и морин подросткового возраста эстер усиленно занималась плаванием параллельно заканчивая школу выиграла три чемпионата сша в 1939 году в сиэтле заплыве на 100 метров вольным стилем и браз в 1940 году должна была войти в состав олимпийской сборной участвовать в 12 летних олимпийских играх состязания должны были проходить в токио но после начала в 1337 году второй японо-китайской войны олимпийский комитет перенес игры в хельсинки началом второй мировой войны об играх пришлось забыть 1940 году одна из газет поместил у себя фотографии пловцов купальных костюмах эстер сразу же заметили и пригласили принять участие в водных шоу которые проходили на ежегодных всемирных ярмах на пляжах сан-франциско это было первое знакомство эстер шоу бизнесом и она не скрывала разочарование там встречалось и злоупотребление властью и сексуальные домогательства и нечестность агентов но водные шоу имели необыкновенный успех у зрителей и слухи о них дошли до голливуда киностудия метр голден маяр отвечали растущий интерес общества к здоровому телу 1040 году на студии 20 век фокс был снят фильм серена до солнечной долины где главную роль сыграла сонни хенни чемпионка по фигурному катанию фильм имел большой успех эстер уильямс должна была стать продолжать там традиции спорта в кино это сулило зрительский успех коммерческую прибыль но девушка вовсе не хотела быть кинозвездой на компании смогла добиться ее подписи под контрактом только спустя год уговоров первые месяцы на метр голден маяр она изучала манеры и ораторское искусство порала уроки танцев вокала дебютировал в 1142 году фильме двойная жизнь энди харди дебют оказался громким и вскоре специально для нее был создан жанр аква мюзик и основные вокально-хареографические номера исполнялись в воде публика была впечатлена уильямс получила прозвище русалка америки фактически фильмы с участием актрисы дали жизнь новому виду спорта синхронному плаванию да и моду на купальнике ее картины определяет и сегодня одним из самых знаменитых ее фильмов безумство зигфилда который собрал более 5 миллионов долларов в кинопрокате а в 1047 году на каннском кинофестивале фильм победил категории музыкальной камень всего эстер уильямс сыграла около 20 подобных ролей и даже выиграла несколько вне конкурсных наград в рамках вручения премии золотой глобус и золотой я своим первым мужем леонардом кофтером эстер познакомилась в университете с лос-анджелеса где он изучал медицину позднее она написала автобиографии он был умным красивым надежным и скучным я уважал его интеллект и его надежду на будущую карьеру в медицине он любил меня и даже попросил выйти за него замуж они поженились в 1940 году в пригороде сан-франциско эстер тогда было 18 лет этот брак продлился четыре года в 1944 они разведлись но уже через год эстер вновь была замужем на этот раз ее избранником стал вокалист big band band гейдж позже известный как актер через три года и 149 году родился их первенец бенджамин стэнтон гейдж прошло чуть больше года и у маленького бэна появился младший брат которого назвали химбл остин а еще через три года 1 октября 53 года в семье гейджов родилась и дочь сьюзен тэнни 59 году супруги развелись в автобиографии уиллинс писала что он пил и проматывал ее за а сама она в то время имела романтические отношения с актерами джеффром чендлером и виктором матуром 31 декабря 69 года вышла замуж в третий раз ее мужем стал аргентинский актер фернандо ламас вместе они прожили 12 лет 8 октября 1982 года ламаса не стало на олимпийских играх лос-анджелес эстер познакомилась с эдвардом бэлл в 1994 году они поженились и жили в своем доме в беверли-хилдс вплоть до самой смерти актрисы в мае 2008 года в возрасте 57 лет умер сын эстер кемпбелл эстер уильямс скончала своем доме 6 июня 2013 года в возрасте 91 год ну так вкратце о американской пловчихе актрисе и сценаристе уильям эстер пока пока до свидания